Почему русские не придут? Обратите внимание на абсолютно иную точку зрения, даже не иную точку зрения, на иной внутренний посыл, иное внутреннее отношение к происходящему. Тоже очень болезненное, но совершенно другое. Русские не придут, не приедут на танках, не прилетят на вертолетах, не будет вежливых зеленых человечков с автоматом наперевес. Они не пришли на Киевский Майдан, ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Не разгоняли его и не помогали Беркуту. Они не придут и в Одессу. Сколько бы людей и с какой жестокостью там бы не убили бы, кто бы их не убил, они не придут защищать русских и пророссийских одесситов, не придут их спасать, не придут наказывать виновных в геноциде русских. Русские не введут войска на Украину. Как это ни прискорбно и цинично не звучит для одних, и невероятно и радостно для других. Хватит стенать и взывать о помощи. Хватит звать российскую армию русофилой. Хватит трястись в параноидальных припадках русофобы. Не будет никакой российской армии. Почему? А давайте посчитаем. Вот город-герой Одесса, например. Один миллион жителей. Во время трагических событий последних дней на Куликовом поле людей с георгиевскими ленточками было пару сотен, а бандерлогов пару тысяч. Вызволять пострадавших узников пришла одна тысяча. А теперь вопросы. Первый. Если бандерлоги взяли верх над пророссийскими, то что Одесса за город? Пророссийский или бандеровский? После произошедшего, как это ни цинично, логичнее всего назвать ее в унисон с Ириной Фарион, жемчужиной бандерштата. Нет? Тогда вопрос второй. А где, собственно, весь миллион одесситов? Где он был с ноября? Где он был, когда люди заживо горели в Доме профсоюзов? Где он был на следующий день? Где он сейчас? Не горстка от кивистов, а миллион жителей. Да сто тысяч хотя бы. Где? А я скажу, где? Дома? Или на работе? Или на даче? Или в кабаке? Да мало ли мест. Где его нет, так это на войне. Которое, в общем-то, уже идет вовсю. А теперь внимание. Собственно, третий вопрос. Куда и зачем вводить российскую армию? Кого спасать и кого защищать? К какому окопу, так сказать, подносить патроны? В город, где миллион жителей живет обычной жизнью, когда убивают сотню? В город, где миллион жителей живет обычной жизнью, когда тысяча добивается освобождения невинных, раненых? Чтобы этот миллион назвал русских оккупантами, имея на это полное право и весомое основание? Что российская армия забыла в бендеровском городе, где с бендеровцами воюет мизерное меньшинство жителей? Одесситы? Русские не придут. Русские никогда не придут в город, по которому можно пройти бендеровским маршем. Русские приходят только тогда и туда, где их будут встречать триколорами и цветами, как освободители. А в вас, одесситы, у русских есть серьезные основания сомневаться. Поэтому русские не придут. Русские не придут в Одессу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Они уже пришли туда 200 лет назад. И с тех пор не уходили. Русские – это вы или вы не русские? Русские? Докажите.